Приветствую вас, вы знаете, мне хотелось бы в свой ответ начать с вопроса вам относительно того, какой помощи вы хотите, точнее, помощи в чем вы хотите. У вас есть определенная схема, то есть вы решили вот действовать по такой схеме, да, вы начали читать книги, начали смотреть форум, вы решили не заключать брак по причинам, которые вы также скинули, правда, не совсем понятно зачем вы нам скинули эти причины, но это уже детали. То есть есть вещи, в которых вы уверены. Если есть вещи, в которых вы уверены, то какой помощи вы хотите от нас? Вы хотите, чтобы мы помогли вам поменять что-то из тех пяти причин, которые вы написали? Вы хотите, чтобы мы помогли вам сделать так, чтобы у вас появилось желание общаться с девушками? Желание строить с ними отношения? С чего вы хотите? Конкретно? Непонятно. Это первое. Второе. Второе. Значит, вы пишите, что не могу доверять девушкам. То есть, наверное, вы хотите им доверять. Ну, то есть, наверное, вот, помощь, та помощь, которую вы хотите от нас, заключается в том, чтобы вы смогли доверять. Доверять девушкам. Хорошо. Допустим. Допустим так. Ну. Допустим. Вы хотите доверять девушкам. Что вы готовы для этого сделать? Чтобы доверять им. Или вы считаете, что они должны что-то делать? Чтобы вы... Чтобы вы... Им доверяли. Или как? То есть, я не очень понимаю. Здесь опять. То есть, ну, вот, но вы не можете доверять девушкам. Понятно. Вас интересуют причины, по которым вы не можете доверять девушкам. Вы хотите разобраться в этом? Ну. В причинах. Почему вы не можете доверять девушкам? Вы хотите для себя это понять? Почему вам сложно доверять девушкам? Я могу вам на этот вопрос ответить. И уверен, что на этот вопрос могут ответить не только те, кто... напишет вам. Вашему вопросу. На это могут ответить много людей. Все специалисты в области психологии. Вопрос в том. Хотите ли вы? Это понятно. Понимаете? То есть, вы... Как правильно сказал мой коллега, Борис Никифоров. Перекладываете ответственность... За то, что вас предали на других. Не на себя. То есть, вы не желаете брать личную личную ответственность... За то, что... ...от вами произошло. Раз у вас нет ответственности... Значит... Виноват другой. И так вроде бы легче. Так вроде бы проще. Винять другого человека, что это он. Другой виноват. В том, что произошло. Со мной. Не я. Ну, а дальше что? К чему дальше вы придете, если будете обвинять других людей? Легче вам стало, когда вы... Стали читать Новоселова... ...ээ... ...и форум АБФ. Мне почему-то кажется, что нет. Дальше. Нет желания с ними даже общаться. У вас нет желания с ними общаться, по той простой причине, что вы не воспринимаете их, как людей. А когда вас видят друга... ...это почему-то... ...низкоуровневый самец, как вы говорите. То есть, почему-то дружить мужчины и женщины, мужчины и женщины, по вашей логике, не могут. Хотя, почему не могут дружить? Это вопрос интересный. Что плохого в дружности? Вопрос тоже интересный. То есть, эээ... ...здесь... ...здесь... ...ммм... ...история, она вот... ...такая. Эээ... ...эээ... ...готовы вы или нет отказаться от... ...эээ... ...каких-то своих... ...взглядов, которые сейчас у вас... ...меются. И если готовы... ...то вам можно помочь. Вам можно помочь, и все можно исправить. Если нет, то все, что вы можете сделать, это следовать за теми личностями, за которыми вы следуете. И надеяться, что когда-нибудь это выиграет, и вы сможете получить то, что хотите. Но на данный момент вы движетесь в направлении, которое очень далеко от выстраивания отношений с девушками. Дальше. Мне 25 лет, работаю, заработок выше среднего, не пью особо, вообще не курю, у меня нет девочки. Вы пищите, работаете, заработок у вас выше среднего, не пьете и не курите, а чем еще занимаетесь? Помимо того, что у вас заработок, и чем еще занимаетесь? Я серьезно, я сейчас не шучу, я искренне спрашиваю вас, чем еще вы занимаетесь? Помимо того, что работаете? Помимо того, что вы не курите и не пьете. Кстати, почему? Ну, то есть, вы хорошо делаете, что не курите, но по зиму не пьете. Выпить иногда с друзьями вполне можно, разве нет? Вот. Далее, вы пишите. У меня нет девочки. Хорошо. Что для вас это значит? Вот, для нас, лично. Что у вас нет, девочки. Зачем она вам? Какая у нее роль? Ну, у девочки. По отношению к вам, например. Ведь какая-то же роль должна быть? Вы же ведь какую-то роль девушки приготовили? В России. Скорее всего. Ну, меня интересует, какая это роль. Вот очень интересует. То есть, что девочка получит от взаимодействия с вами? Почему она должна быть именно с вами? Ответьте себе на этот вопрос. Дальше. Раньше меня просто френдзонили. Потом начал более-менее отношаться. Так, ну, здесь, с одной стороны, я думаю, некая такая ярлыковость. То есть, вы вешаете ярлыки на тип отношений между мужчиной и женщиной. Это первое. Второе. То, что я вижу, это то, что как-то вот вы, ну, не знаю, пренебрежительно, что ли, относитесь к отношениям. То есть, они для вас, знаете, как вот, ну, как что-то такое. Обязательно и вынужденно. То есть, отношаться начали, да? То есть, это вот, ну, как-то это, как-то это слишком обезличено, на мой взгляд, звучит. То есть, если вы, если вас френдзонили, значит, у этого есть какие-то причины. Да? Если вас френдзонили. Если вас френдзонили, значит, какие-то ваши действия к этому привели. Вот. Ну, тут нужно смотреть. Какие действия, то есть, что конкретно, почему вас френдзонили. Я думаю, что вы согласитесь с тем, что у этого есть, были причины. Что изменилось потом? Ну. Вот. То есть, как вы начали отступать отношения? Как вы себя чувствовали, когда вас френдзонили? Опять же, по возможности, да, конкретно здесь. То есть, по какой причине меня френдзонят? Что я чувствую? Что я чувствую? Когда меня френдзонят? Френдзонят. Как я это ощущаю? Может быть, вы были не уверены в себе, может быть, вы чего-то боялись, может быть, что-то еще. Еще. Не могу вообще доверять девушкам после двух предательств. Ну, во-первых, понятно, что предательство это болезненно для любого человека. И, естественно, это болезненно для вас. И это нормально, что для вас это болезненно. То есть, я понимаю вас. И от боли, которую вы, вероятно, чувствуете, нужно избавиться. Чтобы она не мешала вам выстраивать отношения. То есть, боль это всегда от чего-то внутри вас. Боль вызывает всегда что-то внутри нас. Ну, не снаружи. То есть, люди, если, если с нами все в порядке, если мы сами являемся гармоничными личностями, то никто нам боль причинить не сможет. Это невозможно. А получится это только в том случае, если у нас самих что-то не так. Вот что не так? Что именно не так? Нужно смотреть. Так давайте попробуем это преследовать. Давайте попробуем это изучить. Давайте попробуем посмотреть, что именно не так. Дальше. Вы почему-то считаете, что если вас предали два раза, то продадут лишь. То есть, вы переносите модель поведения двух девушек, да, не проанализировав при этом, почему так случилось. Ну, а всех остальных. Это страх близости. То есть, вы боитесь близости. Вы боитесь сближения по итогу. Вы хотите близости, но вы ее боитесь. Почему боитесь, это уже история другая. Тут нужно смотреть, почему вы боитесь близости. Но, тем не менее, вся проблема доверия и недоверия, вся проблема доверия и недоверия, проистекает и страха близости, и личный границ, а также от того, что и для чего вы делаете для других людей. То есть, ваша позиция по отношению к другим людям. Ну, в частности, вот здесь к девушкам, например. Дальше. Одна во время наших отношений спала с другим, так как считала наши отношения просто общением. И вы, и вы, и вы, и вы за это несете ответственность. Значит, так вы себя поставили, значит ее что-то не устраивало. Не устраивало. Вторая через день после признания в любви взаимно начала морозиться, а через неделю выложила фотки, где целуются с другими. А что значит морозиться? Почему такое пренебрежение? Поставайтесь, пожалуйста, понять, что на нем одну простую вещь, что в отношениях ответственны оба. И я не оправдываю девушек, но я также верю в то, что два предательства это не случайно. То есть, если произошло два предательства, значит что-то вы, в том числе, делали не так. Что-то вы, в том числе, совершили такое, что подтолкнуло девушек к этому, ну к такому поведению. Вот. Может быть вы это сделали, ну ненарочно, может быть вы это сделали ненамеренно. Скорее всего, вы это сделали ненамеренно. Но, тем не менее. Два предательства, два предательства, это не случайно. Следующее, что важно понять, это сам термин предательства. На мой взгляд, люди понимают его очень неверно. Люди понимают под предательством, когда человек не делает то, что он должен, по мнению людей, делать. Ну вот, например, по вашему мнению, да, девочка не должна была так поступать. Она не должна была морозиться и не должна была спать с другими. Возможно и так. Но если она это сделала, значит она была явно не той, кем вы ее считали. Если она была явно не той, кем вы ее считали, значит она и предать вас не могла, потому что она не предавала вас. Она просто действовала так, как будто бы она кто-то другой. Вы считали ее одной, а она в действительности была другой. И вы называете это предательством только потому, что у вас произошла разница во взглядах. То есть, как вы ее видели. Отличается от того, кем она была. Реально. Для вас. Не говорю о вопрос, а хотели ли вы увидеть ее такой, какая она есть? Хотели ли вы увидеть своих девушек такими, какие они были? Или может быть вы видели только то, что хотели, не обращая внимание на то, кем они являются? Если так, то нет ничего удивительного в том, что девушка вас предавала. Ну, исследуем вашей терминологии, конечно. Вот. Так что здесь нужен, на мой взгляд, детальный анализ ситуации, потому что... Как-то слишком несчастный вы здесь представляете, что так не бывает. Я весил 86 кг, при росте 172 кг. Естественно, мое состояние представляло желать лучшего. Это так, и, возможно, травма еще осталась, с ней нужно работать. Чтобы унять злость, я начал заниматься спортом и купил белый тренажер. Вы не задумывались о том, что такое злость? Аноним. Вот что есть злость? А злость аноним. Это защита. Это защитный механизм. Злость означает, что что-то, что вы делаете, является неправильным. Вот, что такое злость. Вы же, вместо того, чтобы обратить внимание на свои чувства, чтобы поработать над тем-так, а почему я, собственно, злюсь и как меня это все задевает, покупаете белый тренажер, меняете свой образ жизни, что неплохо, но в итоге отвлекаетесь от самой проблемы и она не решается. Одна предательница вернулась, сказала, что здорово изменился и спрашивала завуалированно, не хочу ли я взять ее замуж. Ну, во-первых, здесь вы уже изначально повесили на чувака ярлык, то есть отказались ее понимать. Это первое. Второе. Она относится к вам, да, потребительски, но она относится к вам потребительски лишь потому, что вы себя так что оставите. Духовность надо развивать, чувство нужно развивать. Независимое взаимодействие, независимое, непринужденное, равноправное взаимодействие нужно развивать. Тогда никто не позволит к вам, а, к вам такое отношение, как описано в учебниках ваших, которые вы прислали. Кстати, а зачем вы нам прислали этот учебник, зачем вы прислали вот схему, для чего? То есть вы считаете, что мы разделяем мнение этого человека? Я, например, нет, не разделяю. То есть вы хотите, чтобы мы что? Чтобы мы согласились с вами в том, что все так, как в учебнике, простите? Нет. Мой опыт и профессиональные знания говорят совсем о другом. Бой вам, как они меня воспринимают на уровне инстинктов, как друга, низкоранговый самец. Еще раз, друг и низкоранговый самец, это не одно и то же. Между этими двумя, ээээм, между этими двумя ролями нельзя ставить нах равно. Это первое. Второе. Как они вас воспринимают, зависит только от вас. Как вы себя поставите, так они будут воспринимать. Девочки чувствуют, как мужчины себя воспринимают. Правильно вам сказал Борис Никифоров. Максимум банкомат среднеранговый. Еще раз. Борис Никифоров. Борис Никифоров. Ничем не, а никак не связан с среднеранговым. Просто, ну это ярлыки. Это ярлыки на людей. Хотя с ними общался весело, ухаживал, дарил подарки, оказывал знаки внимания. Мы их анализировали. Давайте. Общался весело по поводу чего? Что вас объединяло с девушками? Видели ли девушки вас с личностью? Была ли у них возможность видеть вас с личностью? Где вы знакомитесь, с какими девушками, какие девушки вам нравятся? Может быть вы выбираете таких девушек подсознательно, которые не могут дать вам того, что вы хотите. И когда они уходят, вы лишь подтверждаете свою мировоззренческую позицию, что девушка обманщится. Тем самым лишаете себя права на счастье. Данный аспект идет скорее всего из родительской семьи. Дело в том, так, да, я человек мягкий, не стану в один миг уверенным в себе самцом, оно мне вообще надо. Это вам решать, а им подавать самца. А это вы выбираете девушек, которым подавать самца. Это уже вопрос к вашему выбору. Люди-то все разные. Дело в том, что теперь даже нельзя знакомиться, у меня вызывает отвращение по нескольким причинам. Вы знаете, если бы все люди знакомились вот по такому принципу, как вы, да, то есть если бы все люди знакомились, уже думали о том, что будет семья, будет что-то еще, что будет еще какая-то история, то это действительно было бы тяжело. Это правда очень тяжело. Но правда в том, что ознакомиться нужно не так. Ознакомиться нужно гораздо легче. Вы знакомитесь просто потому, что вас что-то объединяет, и вы чем-то занимаетесь совместно. И уже на фоне этого устраиваются отношения, в которых никто никому ничего не должен. У вас, к сожалению, ни первое, ни второе условие, которое я назвал, не соблюдается. А именно эти условия являются необходимыми для того, чтобы отношения устраивались позитивно. Вам также необходимо определиться с тем, какой вы мужчина, ведомый, ведущий, равноправный. Какой конкретно вы мужчина? Чтобы понять, какая девушка вам по гендерному аспекту подойдет. Если вы за равноправие, например, то подойдет любая девушка. Если вы ведомый, то подойдет ведущая. Если вы ведущий, то подойдет ведомая. И так далее. Определиться нужно с моделью вашего мужского поведения. Дальше. Я вообще не могу доверять девушке. Это вопрос личных границ и доверие себе. То есть, как бы, если вы делаете что-то для нее, то вопрос в том, чего вы ожидаете. Доверие – это вопрос ответственности. За что несет ответственность я и за что несет ответственность другой человек. Если я делаю что-то для другого, то как я это воспринимаю? Вот на этом и строится доверие. Доверие – это личная граница. Вы же стремитесь, видимо, к полному слиянию с другой. Вопрос в том, для чего. Боитесь одиночества? Хотите любви? Не чувствуете себя значимым? Что-то еще? Не уверены в себе? Пытаетесь что-то доказать? Это нужно исследовать. Да, если они будут вешаться на шею. Пройдет неделя месяц, год, 3-5 лет. Пройдет ее любовь. Что это дымоверство? Нет, любовь не проходит, если надо с отношениями работать. Пройдут измены. Общение с бывшими соцветиями – это не измена. Манипуляции. Манипуляции и встречи с подружками в кафе. А это плохо? Что у нее встречи с подружками в кафе? А манипуляции – это, к сожалению, склонны очень много людей. И вы тоже склонны к манипулированию, как это не парадоксально. Такова природа человека – это слабость. Ее нужно пресекать. Ее нужно принимать, отслеживать и пресекать. Параллельно удовлетворяя те желания, которые стоят за манипуляцией. За манипуляциями. С моей стороны была стопроцентная преданность во время отношений всегда. Не спорю. Только это была преданность для себя, а не для них. Вы были преданными, потому что вам чего-то хотелось. Но вы не думали о том, делает ли девочку вашу преданность счастливой. А? Как вам такой подход? Теперь мне просто… Теперь просто не могу с ними общаться, мне интересно, ведь нужно еще вызвать желание общаться. Вопрос в том, для чего вы общаетесь. Если вы общаетесь для отношений, для секса, для супручества, то, конечно, вам будет неинтересно. А если вы общаетесь по поводу того, что интересно вам, то есть по поводу дела, хобби, увлечения, которые интересны вам, то это же совсем другая история. Я не собираюсь оформлять отношения с государством согласен на гражданский брак. Но я вам скажу больше, что девочки из существа, которые стремятся к стабильности, если вы не готовы заключать гражданский брак, то гражданский брак для любой уважающей себя девочки оскорблен. Потому что она будет с вами спать, она будет иметь от вас детей, но никаких обязательств перед ней у вас не будет, и она не будет никак защищена. Так что любая уважающая себя девочка во всеми гражданский брак как оскорбление. Хотите вы этого или нет? Тут уже вам решать. Я совершенно не могу найти девочку без детей от других мужчин без вредных привычек и из полной семьи, где отец глава семейства. Так, совершенно не могу найти девочку без детей от других мужчин без вредных привычек и из полной семьи, где отец глава семейства. Простите, а зачем вам девочка без людей от других мужчин? Вам что, это напрягает? Чем? А что плохого во вредных привычках? Если у девочки есть вредные привычки, значит она понимает, что она не идеальна, значит понимает, что и вы не идеальны. С таким человеком легче общаться. Почему вы хотите, чтобы она была из полной семьи, где отец глава семейства? То есть вам нужна девочка, которая подчинялась бы, которая знала силу мужчины или что? Не так важно, но общество в видеокращения постоянно задает возражающие вопросы насчет семьи и прочего. А как это задевает вас? Конкретно, как это задевает вас? И разве те чувства, которые вас задевают, не являются вашей ответственной? В целом, я вынужден констатировать, что вы недостаточно лично зрелы. Ну вообще, то есть вас суждение достаточно не зрело. И, возможно, девушки чувствуют вашу поверхность, а не глубину, потому что, ну, как бы духовности я особо не заметил у вас. Вы хотите с серьезных отношений? Но для серьезных отношений нужна духовность, а духовности я у вас не увидел. Я у вас увидел, что девушку вы воспринимаете исключительно как какой-то, знаете, объект. И так было всегда. Так было изначально, до того, как вас предали. И мне кажется, что преданность ваша была скоростной. Это бы не было искренней преданностью. Преданностью. Понимаете? Я рекомендую вам личничный рост, принятие личной ответственности, работа с собственными чувствами, со браками, вот, комплексы, если есть, ну, коррекцию комплексов, комплекс комплексов, вот, и формирование модели мышцкого поведения. А также, прозвободку всех ваших установок, которые есть, и, так сказать, адаптирование, адаптирование их к реалиям современной жизни. Вот. То есть, на самом деле, нет ничего плохого в том, что вы хотите, чтобы девушка была с полной семью, в которой глава семейства был отец. Нет ничего плохого. Но зачем вам это? Понимаете ли вы, что это условия? Это условия для отношений, а отношения условными в принципе быть не могут, потому что любовь – это безусловное чувство. А значит, скорее всего, и вас тоже любили не безусловно. А если вас любили не безусловно, то и к себе вы относитесь тоже не безусловно. То есть, вы себя безусловно не принимаете. Вот это и есть корень проблемы. Для того, чтобы устраивать отношения, нужно полностью, безусловно, принять себя целиком. Со своими недостатками, со своими проблемами, со своими переживаниями, со своими слабостями. И только когда вы признаете все это и перестанете себя за это стыдить, и наоборот будете этим гордиться, то вот тогда вы сможете построить отношения с людьми. Это же не только с девушками. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку в Дуратномоч. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. До новых встреч. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...